В минувшие выходные в московском клубе «Адреналин Стэдиум» при поддержке телеканала «Автоплюс» прошел долгожданный концерт группы «Гзаврэби». Их музыка поистине уникальна. Сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, таких как, например, пандури, никого не оставляет равнодушным. Серия концертов грузинского коллектива должна была состояться еще в прошлом году, но из-за ковидных ограничений выступления отложили. Любопытно, что в отличие от других музыкантов, которые сейчас представляют свой новый материал, созданный в период карантина, «Гзаврэби» играют уже полюбившиеся публики песни. Мы новый материал, вообще целый год мы занимались только самим собой и нашими детьми, и нашими семьями. Мы просто так решили, ничего не хотелось делать. А вот сейчас мы играем программу, мы должны были играть эту программу в прошлом году. Называется «Хронология». Это некие песни наши, которые очень важны для нас. Этапные песни. У нас семь альбомов. Из каждого альбома мы выбрали несколько песен. «Хронология» – лучшие песни коллектива, выпущенные в период с 2006 по 2019 год. С этой программой «Гзаврэби» посетят более 10 российских городов. Тур уже начался большим концертом в Санкт-Петербурге, а завершится в Казани 20 апреля. Мы вот начали репетировать где-то месяц назад. Репетировали очень усердно. И как никогда в жизни просто. Так что мы очень в хорошей форме, слава богу. И все вот готовы, чтобы вернуться. Разумеется, мы не могли не поинтересоваться автомобильной жизнью коллектива. И как выяснилось, сам солист Мгзаврэби, гиги Дидаламазешвили, машину не водит, предпочитает пассажирское кресло. Шутит, что в этом деле является настоящим профессионалом. А больше всего ценит в автомобилях мягкую, комфортную подвеску и наличие таких опций, как монитор с DVD-проигрывателем. Весенний тур «Хронология» станет последним, в рамках которого Мгзаврэби исполняет композиции прошлых лет. Не за горами новый альбом. Его грузинские музыканты презентуют публике осенью.